Добрый день и добрый вечер Тем, кто слушает, кто видит меня Разговор мы ведем о писателях-фронтовиках Которые внесли вклад в нашу победу Внесли вклад не только своим подвигам на войне Но и своим словом, своими книгами Запечатлев эту войну в словах Донося ее до следующих поколений Одним из таких воинов был Юрий Николаевич Иванов Причем он непосредственно связан с Калининградом Потому что он участвовал в штурме Кенигсберга Он тогда был совсем молодым Совсем молодым, но был в похоронной команде Это тоже страшное дело Ну, свидетель всего это все отразилось в его книгах А до этого, до этого тоже пришлось ему пережить страшное Он был, пережил блокаду Ленинграда Его чудом вывезли по дороге жизни Об этом он даже написал Вся его жизнь в книгах Все, что он пережил Он тщательно изложил Привирать он не любил Конечно, любил фантазировать на морскую тему Но то, что касается его книг о жизни А их много запущено Уверяю, что это чистая правда Потому что если писатель пишет неправду Это сразу видно Посмотрите, сколько было о войне книг лакировочных В свое время выходило Никто их не вспомнит И писатель их не вспомнит Остаются те, кто писал правду Остафьев, Виктор Некрасов, Носов Ну, вот к ним причислю Юрия Иванова Причем, если говорить о писателях Калининграда То именно истинно калининградским писателем Был Юрий Иванов Потому что он писал об этой местности Был влюблен в этот край Был влюблен просто в этот край Попал сюда как-то Можно сказать, благодаря отцу Отец перевел его в действующую армию сюда Но так и остался Прикипел к этому месту Прикипел к этому месту И иного места не видел на земле Я писал только о Калининграде О Кенигсберге О прошлом, о войне Все это интересно изложил И был писатель не только Который сидел за столом Своим словом внес что-то Если бы даже просто он участвовал в войне Словом отразил это все Тоже это был бы вклад великий Но он был человек дела Понимаете? Он все время что-то должен был действовать Организовывать Что-то делал для блага города Начинается он только-только В начале своей карьеры Он с Камчатки Сначала он кончил Лезгов-то Его распределили на Камчатку Оттуда он уже сюда вернулся опять А школу кончал здесь В первую школу Вот он устроился в Атлант-Неро Сразу там стал организовать музей Тот музей, который существует в Атлант-Неро Это в его начале Юрий Николаевич Иванов Стал писать Стал писать Стал выступать Пошел Пробился на флот Вот все Это было его Его значит флот снабжал И сюжетами И всем Значит прошел большой путь Прошел путь от простого матроса От ученого-ихтеолога До первого помощника капитана Много судов Много походов у него было Тоже много океанов прошел Все это писал Писал и начал он конечно с таких книг Более-менее простых Это Где описывал Всякие случаи морские Они скорее были для детей Путь в тропиках Там Что-то еще Ну Атлантический рейс Торнадо Это были книги приключенческие Для юношества Вообще он всегда ориентировался Для юношества Как писатель для юношей И он сам был посидел Седой Был тоже Седой Как и Рита Родионова Седой И потом кличка у него была Седой Молодой Он и героев своих выводил В книгах Волков у него был Седой тоже Вот Он оставался юношей Юношей Когда он рассказывал Всякие приключения Он привирал Когда рассказывал Так интересно было его слушать Эти морские приключения Вот Много книг Пошло 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 Начинали мы с ним Почти что В одно время Был такой сборник Рассвета над морем И туда дали рассказы У него был прекрасный Рассказ раковина О том Как он нашел раковину Подарить девушке Которую любил В блокаду Очень интересный рассказ Вот он прошел А мой рассказ Не прошел тогда Но У нас все время Связывала Литература Мы шли Одними путями То есть Я перешел с заводом В рыбацкую контору Ходил тоже в море Он ходил в море Попадали Иногда на одни Те же корабли Его вспоминали Всегда Вспоминали По-доброму Матросы Знаете Первый помощник Не всегда По-доброму Вспоминается Но он очень Находил Он умел Находить язык С людьми Даже с врагами Очень спокойный Он был Не нервничал Выдержанный Все мог решить Понимаете Вот Когда он стал уже членом Союза писателей Когда его избрали Председателем писательской организации Он 17 лет возглавлял писательскую организацию Он сделал очень много для того Чтобы писательская организация стала Такой крепкой и большой Большой тогда считалось 20 человек Это очень много На его зов Из разных районов Сюда приехали Крупные писатели И укрепил организацию Делал все для организации Причем Знаете Так честно сказать Раньше Председатели Побудет несколько часов На работе Уйдет Там остается секретарша Он всегда на работе Если Если он Кому-то назначил встречу Это будет встреча Если он обещал кому-то помочь Он обязательно поможет То есть Человек золотой В этом отношении И вот Конечно Самые главные книги Свои он не мог выпустить В советское время Понимаете Не мог Вышла книга про блокаду Она 900 дней в блокаде Тоже О юноше в блокаде Но она такая Мягкая была Книга имела успех Ее перевели в Японии В Японии писали даже Сочинения по этой книге Ему писем Масса приходила Из Японии Одна девочка написала Что она когда прочла Эту книгу Поняла что Русские такие же храбрые Как японцы Понимаете Ну интересно Очень интересная судьба У него И у этой книги Интересная судьба Но главная книга Тогда не вышла Понимаете Все таки правду Все сказать о войне Это не пропустили бы Он был Очень ответственный человек Член партии Он входил Горком Где-то еще В обкоме Был свой человек Я Может быть внутренне Осуждал это Но Это помогало Понимаете Он мог Сказать свое слово Везде Мог заступиться Он очень многое сделал Для того чтобы меня Приняли в союз писателей Да Я ему благодарен Конечно И многое он сделал Еще в таком ракурсе Как Сохранение истории Понимаете Это очень больной вопрос Отношение К истории И к немцам Больной вопрос Может быть Для современных людей Это совершенно Не вопрос А для меня Большой Например вопрос Потому что Столько убито Родственников Я сам Значит С трудом Чудом выжил Да А Юра Иванов Он же Видел всех этих Убитых Хоронил Понимаете Как вот после этого Примириться Да Как примириться А он нашел Све силы Он первый Нашел все силы И понял что Калининград Это Каннегсберг Был раньше Центром культуры Что не только Здесь немецкие Деятели Там Кант Гердер Там Кольвец Гофман Бобровский Что здесь Начиналась Литовская культура Польская культура Да русские Писатели Почти все Здесь проезжали Оставили свой след И Карамзин И даже Тютчев Здесь был Писал стихи Понимаете Кончай Абродским Который Написал здесь Три прекрасных Стиха Кенигсберг Он понимал Что культура Общая Отвергать ее Нельзя И вот он Первый Начал сближение С писателями Запада Начиналось Это тяжело Но в принципе Было очень интересно И как раз Нашла гласность И перестройка Вот тут-то У него вышли Основные Его настоящие Книги Я считаю Самый лучший Роман Это Танцы в клематории Это как раз Послевоенный год В Кенигсберге Когда и русские И немцы Здесь жили И даже Вот он Написывает И любовь К немке И как Начиналось Сближение Этих юношей И девушек Которые Тоже были Жертвами Войны Но находили Общий язык Эта книга Очень интересная Откровенная Интересная Книга Потом У него сейчас Недавно Выпущено Были Восточная Пруссия В огне Я уж не помню Как название Это уже Посмертно Остались Рукописи Понимаете Писатель определяется Осталось у него Что-то Или нет Вот Иной Умрет Станут искать Ничего нет А у Юрия Николаевича Мы с Тамарой Степан И с его женой Собирали Собирали Десять чемоданов Снесли В архив Его еще Оставалось Много Рукописи Оставалось Он работал Постоянно Где он находил Силы для этого Я не знаю Потому что он был Занят во многом Общественной деятельностью Понимаете Мы ему благодарны За то что Он фактически В основании Музея Мирового океана Это по его инициативе Витязь привели Поставили А Витязь Стала основой Он очень много Сделал Чтобы сохранить Кафедральный собор Чтобы сделать его Центром культуры Он везде Куда бы ни посмотришь Его рука В том Чтобы он Соединял культуры Соединял культуры Вот моему другу Сэмю Симкину Он натолкнул На то что Кто-то делал переводы Восточно-прусских поэтов Нас познакомил Со многими Немецкими деятелями Приезжала сюда Графиня Даньков Даньхоф Он был дружен с ней Благодаря ей Памятник Канту Был восстановлен Ну очень много Могу вспоминать Где он многое сделал Ну и для этого Собирал шишки Понимаете Тогда уже Началось такое Обвинение его В термонизаторстве Там были статьи Ну клеветники Значит в разные времена Были доносчики Сейчас и имени Никто не вспомнит А Юрия Николаевича Мы вспоминаем Все время Читаем его книги Читаем Переиздаем Вспоминаем его Добрые дела Вспоминаем По-доброму Его отношения И я думаю Что среди молодых Даже не найдется Человек Который скажет Что Юрий Николаевич Тормозил его Наоборот Он пробивал Пробивал Его задача была Укрепить здесь Союз писателей Сделать его Большим Крупным Сделать Он многое сделал Для того Чтобы Союз писателей Перешел Союз российских писателей Мы с ним на съезде На нескольких съездах Были Деятельность его Была бесконечная И многое бы еще сделал Вы знаете Он был очень сильный Ведь Лесгов Так ончил Спортсмен был Тело у него Крепкое еще было А умер он Совершенно внезапно И случайно Был радостный Вроде день Привезли ему Его книгу Переведенную В Германии Вот Издатель Издатель Поехал на косу У Юры Там на косе В морском был Домик Да Поехал А Юра остался Остался Он остался Сидел в кресле И вот Уехали все У него Тромбик выскочил И скончался Моментально А силы были Большие еще Причем Он не только писал Как-то ему казалось Все нужно было сотворить Вот он и фотографировал Понимаете И рисовал Остались после него Рисунки Интересные Большой объем Большой объем Это истинно Калининградский Писатель Гений Место Калининградский Калининградский